итак я начинаю работать с этим покрывальцем у меня просили показать раскрыть в полной полном объеме это покрывала вот смотрите девочки у меня недостаточно такой широкий стол видите немножечко все это упало уже вниз но вы можете увидеть до полную полный графический рисунок этого одеяла ну что сегодня приходила ко мне женщину и она занимается этим петч-ворком тоже но увидела это покрывала очень спросила это ваша работа я говорю нет это не моя работа это я буду разрезать делать две части вот я и задал вопрос а сколько как расскажите мне сколько цена вот такой работы потому что это хендмейт в общем она мне сказала от полторы тысячи до двух с половиной тысяч стоит такая работа она зашла сюда посмотрела эту работу гритда хорошо все выполнено отлично чем девочки вот так в общем американка оценила но зависит еще от размера наверное правильно и от сложности потому что есть еще более сложные работы и так смотрите вот эта линия сейчас я буду разрезать по этой линии я подобрала несколько видов тканей вот такая у меня ткань зелененькая вот такая ткань но я так чувствую что я буду вот использовать вот эту вот больше у меня не было одни в светлых тонах здесь идет кромка бордовая да ну вот немножко перекликается как бы по по тону по цвету и так я разрезаю затем делаю выреза обтачки и все и буду работать строчить работа не сложная правильно девочки не сложно разрезала я не показывала как я резала ничего я линии никакие не вымеряла все шла по прямой линии так ребятки и некоторых интересовал вопрос что же она положила вовнутрь вот давайте посмотрим вот такая тоненькая не знаю ватная прокладка раньше ставили в пальто вот эти вот прокладки забыла как по-русски называется девочки подскажите один может быть в один да он более тоненький и все больше ничего нет и больше ничего нет и видно и здесь вот как обрабатывала женщина все ровненько ниточек нет никаких все чисто чисто сработано да вот так вот смотрю смотрю значит сделана полоска до шахматном порядке пристрочено опять сделана полоска опять пристрочено то есть каждый фрагмент каждая линия получается пристрочена с ватином по лицевой стороне а изнанка уже изнанку она уже прикрепляла руками соединяла вот так ну все отрезала знаете что я думаю я такое впечатление что эта клиентка не сказала правду почему она отрезала именно имя до имя и фамилию для кого это покрывало потому что она просто его где-то купила не задорого и решила отрезать убрать инициал и инициалы вот вот что мне кажется ребята ну ладно это ее дело это моя гипотеза гипотеза девочки так все вырезаем тачки подготовила я обтачки вот четыре пока вырезала хочу посмотреть сколько уйдет на одну сторону потому что я буду обрамляет две стороны два среза ну что ребята я стачиваю от утюживаю разутюживаю швы от утюживаю планочки и буду работать дальше уже со срезами готовила я тачку сострочила все части от утюжила дальше вымерла ширину заданную ширину получается практически два сантиметра также буду выдерживать это все дело накладным способом буду давать строчку затем выворачивать приутюживать припуск и отдавать отделочную строчку затем вот между швом вот здесь ее практически не будет видно я посмотрела на изнанку женщина подшивала руками ну я конечно этого делать не буду все будут у меня машинным способом смотрите ничего я не вымеряю никаких линий я не вычерчиваю у меня ориентир вот на машинке ребята вот это смотрите вот здесь у меня ориентир то есть я пройду и слежу чтобы у меня было вот такое расстояние от среза до вот верхней крышки где закрываю шпульку вот так и вот так вот я строчу сделала побольше шаг чтобы не был слишком мелкий чтобы быстрее пройти этот объем так линия готова у меня ушло две полоски и вот еще кусочек все теперь я могу дорезать спокойно уже знаю что точно не измеряю вот так девочки одним махом как говорится так сейчас я отутюжу вот так вот так вот так а затем наверное наметаю руками вот так вот тоже затем нужно перейти на изнаночную сторону вот так сделать еще раз подгиб очку и чтобы край подгиб очки немножко был длиннее чем вот эта ширина и вот в эту строчку я буду закреплять уже обтачку с изнаночной стороны будто девочная строчка вот так ребят я решила ничего не выметывает ребята а сразу же вот так выкладывать и заутюживать она все отлично выкладывается потому что ткань хлопчатобумажные классно заутюживается в общем стараясь не делать лишних движений ненужных все должно быть быстро практично и качественно вот так и вылаживаю выкладываю и утюжком прохожусь сразу все отлично получается пришла я уже на изнаночную сторону вот смотрите также я руками пальцами все выкладываю и чтобы край обтачки немножко заходил за шов видите за строчку и также сразу же утюжка идет оформляю край разворачиваю заворачиваю приворачиваю и заутюживаю все теперь можно идти и отстрачивать закреплять с изнанки обтачку показываю как я подвернула вот так немножко заходя за строчку накрыла приутюжила и сейчас я даю строчку вот между вот этой состыковкой вот сюда прямо я даю строчку и она совершенно невидима вот видите все продолжаю до конца ребят очки строчить показываю рисунка смотрите вот так получилось все нормально получилось достаточно быстро я справилась один отрез и 2 тыс и и и